Ребята, здравствуйте! Мы очень рады с вами поговорить о ЕГЭ. Мы прошли это, мы очень рады, что мы больше не будем в этом участвовать. Но наш путь был успешным. Мы учимся на совместном бакалавриате в ШРЭШ. Давайте с вами немножко познакомимся. Меня зовут Мария. Я училась, я родилась в Москве, училась в двух московских школах 13-29 и 15-14. Возможно, здесь есть зрители, которые учились в моих школах, мы с ними можем поговорить о том, как это повлияло на мой путь дальше. Я сдавала 4 ЕГЭ, русский язык, английский, профильную математику и общество знания. На наше направление можно сдавать по выбору общество знания или информатику. Собственно, вот Саша сдавала информатику. И до достижения у меня 8 баллов, все за одну олимпиаду Лышкинскую, кейс-чемпионат школьников. И, собственно, готовилась я в онлайн-школах с репетиторами. И, конечно, в школе нас тоже готовили. Это очень помогло. Так, да. Всем привет. Первую школу, наверное, вы не сильно знаете. Это моя первая школа, которая тут 5 минут идти. А вот после 9 класса я уже перешла в школу 15-80. Это достаточно уже знаменитая школа при Бауманке. И вот благодаря, в принципе, ей поступила на самбак тоже. Сдавала я 5 экзаменов. Еще я сдавала физику, но тут я решила не поймать про этот позор. Из доп. достижений у меня накинули за 3 достижения. Это красный диплом, ГТО. И еще олимпиада «Шаг в будущее» третьего уровня по математике. 4 балла. И, в принципе, готовилась я с помощью репетиторов. И благодаря школе я как раз-таки хорошо сдала ЕГЭ. Отлично. Давайте расскажем. Немножко вводное слово скажу. У нас презентация поделена на две части. В первой части мы расскажем, что делать в целом, в зависимости от того, в каком вы сейчас классе. Эта информация будет очень полезна родителям и ребятам, у которых есть младшие братья и сестры. Даже если вы сейчас там в 10-11, это все равно будет полезно. Ну, давайте начнем. Во-первых, есть такой нетрадиционный путь подхода к ЕГЭ, а именно сдача одного или двух экзаменов уже в 10 классе. И, понятное дело, так как сейчас уже конец учебного года, эта информация будет актуальна для тех, кто сейчас в 9-м и младше. Я сдавала так русский язык, я сдала на 100 баллов, и возвращаясь на 3 года назад, я понимаю, что я бы хотела точно так же сдать английский. Может, у меня было бы не 99, а 100. Идея заключается в том, что это дает возможность готовиться целый год, сосредотачиваясь только на одном предмете. И благодаря этому у вас намного меньше стресса, и вы получаете опыт сдачи какого-то экзамена уже в 10-м классе, и в 11-м у вас намного меньше стресса, переживаний, у вас меньше нагрузка, и вы уже чувствуете себя, ну, прошедшим этот путь один раз и готовы пройти еще раз. Позже, я думаю, мы можем ответить на вопросы о том, как это все делается, конкретные этапы, что нужно, какие заявления писать и так далее. Второй пункт — это поступление в школы юного, ставьте слово, психолога, биолога, экономиста и так далее. В моем родном городе таких школ очень много, они есть при большинстве университетов, они могут называться как-то по-другому, не знаю, факультетские курсы, еще как-то. Смысл в том, что в основном такие школы, они бесплатны, или они требуют очень небольшую плату, и при этом они погружают вас в предмет очень глубоко. Вы не только учите просто школьную программу, вы при этом еще и попутно готовитесь к олимпиадам. И еще важный пункт, о котором нужно не забыть, это хороший способ пройти какую-то профориентацию. Например, у меня есть подруга, она сейчас учится на психфаке Вышкин, и вот она в девятом классе поступила в школу юного психолога Бринблу и начала ходить на Вышкинские курсы, тоже там школу юного психолога, не помню, как они правильно называются. И она попутно поступила в какие-то другие школы и поняла, что все-таки психология ей очень нравится. И несмотря на то, что она училась в мат-классе, и у нас никто, кроме нее, не интересовался психологией, она там поняла, что это именно ее, и благодаря этому очень осознанно, что на самом деле редкий случай выбора места учебы, очень осознанно поступила на психфак Вышкин. Вот, передаю слово Саше. Ну, в принципе, если вот в девятом классе младше, то нужно быть уверенным, что ты хорошо знаешь программу, которую вообще изучают в школе. В принципе, хороший показатель — это ОГЭ, в который мы успешно пролетели, но все равно я помню, что для меня вот были какие-то адские задачи, там, например, математики последние, я просто помню, что я с них умирала, и вот когда я их решала, я вот понимала, что что-то во мне есть. И, в принципе, вот если вы знаете хорошо, сдали хорошо ОГЭ, сдаете, знаете хорошо, то это уже очень отличный знак. И потом, вот как сделала я, можно поступить в какую-то сильную школу своего города. Если честно, я поступила в мою школу почти случайно, потому что я записалась и забыла вообще про это, и случайно летом я вспомнила и пришла на экзамены и поступила. Но, в принципе, у меня весь класс был из учеников, которых вновь набранных. В прейли у меня училась, получается, ну, классов 20-11, и половина из них были те, которые вновь набраны в 10 классе. И вот в моей школе очень многие поступили в Бауманку, в МГУ, в Вышку, вот. Поэтому это очень хороший вариант, потому что в таких школах прямо серьезно хорошо готовят. Если вот сравнивать мою предыдущую школу, вот, 15-8, то я просто, ну, я видела большую разницу между ними. Ну, и, в принципе, если говорить про Олимпиады, то я не особо в них просвещена. Но, как говорят мои друзья, вот, там однокурсники тоже, что Олимпиады — это очень хороший вариант поступить вообще в ВУЗ, потому что у вас есть большая гарантия. И также, если вы готовитесь, то некоторые говорят, что это легче, некоторые говорят, что это сложнее, но все равно очень приятно, когда у тебя есть уверенность в своих силах. У меня была одна маленькая Олимпиада, я поступила вот как раз-таки в Бауманку, у меня была БУВИ на всех направлениях, и это меня очень сильно успокаивало, прям грело душу. Да, я тоже могу дополнить, могу сказать, что Олимпиады есть разные. Мы сейчас не призываем вас ботать к всероссу, так как, я думаю, здесь не те люди, которые вообще хотят это делать, все-таки мы про ЕГЭ, но перечневые Олимпиады могут дать вам 100 баллов за ЕГЭ, и если у вас изначально довольно хороший уровень, если вы сейчас в 10 классе, почему бы не подготовиться к какой-то перечневой Олимпиаде 2 или 1 уровня, или к Олимпиаде, допустим, той же Вышкинской, которая дает много до баллов именно в Вышку, именно на тот факультет, на который вы хотите, и знать точно, что даже если вы напишете ЕГЭ на 80 баллов, у вас, тем не менее, будет 100, потому что так работает система с перечневыми Олимпиадами. Да, и дополню про сильную школу тоже. Я поступила в свою школу не случайно, я специально сдавала экзамены, сначала поступила в лице Вышки, вот еще в свою школу, которую заканчивала, но из того, что я жила очень далеко от центра, решила выбрать свою, и тоже была видна огромная разница между, ну, обычной школой, у меня тоже была, ну, не совсем дворовая, но не самая лучшая, и вот хорошая, хорошая школа, где вот многие мои одноклассники сдали, у меня 9 одноклассников сдало ЕГЭ на 100 баллов по профильной математике. И вот это пример того, что это вроде просто, ну, обычный класс, ну, да, мат-класс, ну, тем не менее, и 100 баллов у 9 человек. И многие из них не готовились к ЕГЭ по профильной математике вне школы. Так что старайтесь поступать в хорошие школы, они вас просто вынесут, просто потому что вы постоянно будете встречать высокие требования в итоге к хорошим баллам ЕГЭ. Ну, мы перейдем дальше. Про 10 класс. И я продолжу свою идею про то, что к ЕГЭ лучше готовиться заранее и распределять нагрузку. Сейчас начало весны, те, кто сейчас в 10 классе, вы уже не сможете сдать именно в этом году, но это очень хорошая идея начать готовиться уже сейчас. Я объясню, почему. Есть ЕГЭ разного уровня сложности. Например, русский язык — это относительно простой ЕГЭ. Вы можете посмотреть средние баллы по разным ЕГЭ по стране, и вы очень хорошо увидите, что по профильной математике там средняя 55 или, ну, около того, а по русскому языку около 70. Ну, и очевидно, что к таким предметам не обязательно готовиться прям супер заранее. А вот если вы понимаете, что вы, например, учитесь в школе не в профильном классе, например, по математике, то профильную математику вам сдать будет, подготовившись при этом к трем остальным ЕГЭ, очень сложно. Почему бы не начать готовиться заранее? Плюс у вас есть целое лето. Я понимаю, что лето хочется отдохнуть, но поступить в хороший универ тоже хочется, поэтому решайте сами. Но это отличная возможность начать ботать именно к тем ЕГЭ, которые для вас лично самые сложные. Ну, там, профильная математика или английский. Если вы мало знаете английский, у вас уровень сейчас там А2, начальный Б1, то за один год выучить так, чтобы у вас был Б2, и вам легко было сдавать английский, ну, сложно. Вот, почему бы не начать готовиться сейчас? Так, ну, дальше второй хороший совет — это посещать Дни открытых дверей. Это то, что я не делала как раз-таки, потому что так получилось. Я, конечно, пыталась ходить на разные Дни открытых дверей, ходила в МГУ, иногда на онлайн-вышку ходила, но всё равно я как-то не особо углублялась в это, и, ну, для меня это просто был как факт, что я уже сходила, уже хорошо. И поэтому всё решала я уже летом, я сдала ЕГЭ, я даже не знала, какие у меня баллы, я просто уже начала думать, куда мне поступать. И вот очень тяжело, когда ты не знаешь, какие варианты, ты не знаешь, что рассматривать, ты вообще ничего не знаешь о вузах, и вот нужно понять, ты прямо стоишь на дороге и ничего не знаешь, что делать. Да, и я очень понимаю эту ситуацию, у меня, на самом деле, очень долгое время была такая же, но мне с профориентацией очень помогла ЭМШ, это экономико-математическая школа при экономии МГУ. Я думаю, что многие из вас про неё слышали. Там я поняла, что я, первое, не хочу выступать в МГУ, а второе, что экономика мне очень интересна. Вот, ну, это очень крутое место, идите туда, если вам интересна экономика, там хорошо заниматься. Ну, просто тут вопрос, как бы, предпочтений. Я поняла, что вышка вот это прямо моё, а вот ЭМГУ хороший университет, но не совсем. И когда я там училась, я поняла, что вот экономика – это классно, а после этого, из-за того, что там экономическая тусовка, все так или иначе хотят поступать на эконом, я узнала, что есть совбак, что есть МИЭФ, что есть эконом просто вышкинский, что на экономике есть исследовательский поток, есть базовый поток, что там совершенно разный уровень. И вот когда я уже оказалась в 11 классе, я очень хорошо знала иерархию экономов, которые есть в Москве. И это очень помогло выбрать. Плюс я знала, что поступить на бюджет, на совбак, куда я бы хотела поступить, очень сложно. Ну, вы видели баллы, ну, если вы видели проходные там. В прошлом году было 393 балла, в этом году они снизились до 388 на бюджет. Ну, я была не уверена, что я поступлю. И благодаря тому, что я нашла факультет, ну, точнее, программу мечты, вот я знала в 11 классе, для чего я всё это учу. Вот мне не нравилось, допустим, готовиться к обществу знаний, но я знала, что я хочу на совбак очень сильно. И я знала, что не по всероссии буду поступать, поэтому мне надо было ботать, ботать, ботать. Ну вот, как-то так. Вот Мария очень правильно даёт советы, потому что вам есть будет к чему стремиться. Потому что у меня такого не было, и я не знала, что вообще я хочу от жизни. И вот так получилось, что я попалась совершенно случайно. Так, ну и третий пунктик, опять же, олимпиады, нужно опять готовиться к олимпиадам, и нужно посмотреть, какие олимпиады принимает вуз уже, который вы хотите. Вуз мечты, да. В вышке, конечно, я так понимаю, что не очень много олимпиад, которые вообще можно поступить. Но хотя бы дополнительные баллы получить, как я, четыре балла по маленькой олимпиад третьего уровня, ну, в принципе, они меня спасли. Вот я благодаря им и попала на совбак, потому что если бы не эти четыре балла, мне бы уже не хватило баллов. Да, ну у меня на самом деле такая же ситуация. Если отнять, то у меня получается, ну, баллы за олимпиаду в Ушкинску, там, кейс-чемпионат, то у меня тоже бы не было проходного. Плюс я могу рассказать про истории наших однокурсников, которые очень многие ботали к олимпиадам. Многие из них закрывали, собственно, свои ЕГЭ 100 баллами, и это очень им помогло в будущем, потому что они, с одной стороны, лучше знают программу. Ну, например, если вы участвуете в олимпиадах по математике, то, может быть, вы другие предметы не напишите, ах, как хорошо, но когда вы поступите, это вам поможет хотя бы учиться и не вылететь на первой сессии. Да, так что, правда, если у вас есть время, начинайте заранее готовиться к олимпиадам. Но если вы уже в 11 классе, ну, точнее, если вы в 10 классе, заканчиваете 10 класс, ну, собственно, я говорю тем, кто сейчас заканчивает 10 класс, то будьте аккуратнее, посмотрите на свои сильные сабы и стороны. Вот у меня была возможность готовиться к олимпиадам каким-то перечневым, допустим, по-английскому, да, потому что у меня довольно хороший уровень. Но я не стала этого делать. Я поучаствовала еще раз в кейс-чемпионате, еще раз мы выиграли, и вот с этим я пошла сдавать уже ЕГЭ своими 8 баллов. В общем, будьте аккуратны, понимайте, что вам даст нам большее количество баллов и приведет к успеху. Давайте перейдем дальше. 11 класс. Ну, кстати, вот, да, если вот даже вы не готовились к олимпиадам, то если вы случайно прошли на второй этап, не знаю, каким образом, но у меня такое было, то сходите на него, может быть, вы ничего не знаете, но, может быть, случится какая-то магия, и вы серьезно пройдете. Так, ну, про 11 класс. Самый главный совет, который дают все-все-все и учителя, настроить свой режим и научиться нормально спать. Потому что я этому научилась делать. Конечно, были некоторые моменты, когда я не спала ночью, у меня были колоквиумы. Ну, у кого не без этого, но главное, главное — настроить свой режим. Потому что мы вот сейчас в УЗИ обсуждаем это, что нужно поддерживать свой там тайм-менеджмент, и тогда все получится. Да, это абсолютно верно. Могу сказать, что, ну, я понимаю, что сейчас 11-классники, наверное, оху-даху, говорят, а да, конечно, я все это знаю, и тем не менее, ну, так со мной было в 11-м классе. Да, и теперь переходим к следующему пункту. В 11-м классе самое важное — четко приоритизировать задачи. Вот, Саша заканчивала школу золотой медалью, а я нет, у меня была одна четверка. И со школой вообще такая проблема в 11-м классе. С одной стороны, вы можете очень любить свою школу и любить своих одноклассников, как это было у меня. И тем не менее, школа в итоге является препятствием к тому, чтобы готовиться к ЕГЭ и проходить вуз мечты. Поэтому я вам очень советую подумать над тем, чтобы как-то выстроить свои отношения с классным руководителем и с руководством школы, чтобы вас не напрягали. Или поговорите со своими родителями, если вы уже понимаете, что вот эти два балла или три балла, которые вам принесет медаль, они будут куплены слишком большой ценой. То есть, допустим, вы могли бы за это время там 10 баллов поднять на каком-то из ЕГЭ, а вместо этого вы зачем-то учите там какое-то домашнее здание по истории. Учиться хорошо в целом. Но если вы понимаете, что вы можете из-за этого не попасть куда-то... Но я пока продолжу. Вот хороший вопрос, который можно себе задавать, уже не связанный конкретно там со школой, это вот если вы два часа готовитесь, что вам принесет наибольшее количество баллов за это время. Потому что очень хочется вот эти предметы, которые уже довольно хорошо получаются. Ну, например, у меня так было с английским. Ну, вроде английский замечательный предмет, почему бы его не получить еще немножко, вместо того, чтобы идти делать общество знания. Поэтому приоритизируйте, выберите там себе какой-то день, день общества знания, готовьтесь. Только, допустим, к этому предмету. И понимаете, где у вас самые большие просадки. Вот не жалейте себя, честно, ответьте себе на вопрос, вот что мне западает и что мне срочно надо учить. Ну, как-то так. Давайте про выгорание, Саша. Ну, не знаю, как у всех, но у многих, я знаю, есть такой момент, что за месяц за ЕГЭМ, может за два, вы решаетесь что-то, и вы понимаете, что вы вообще ничего не знаете. Так вот, это нормально, потому что, мне кажется, у всех такое было, что вы понимаете, что есть какие-то пробелы в знаниях. Так вот, это нормально, то есть из этого не нужно сраться в какую-то панику, нужно просто перешагать, которого вы не знаете ещё раз, нужно понять способы их решения, записать себе на отдельную бумажку, что теперь я это знаю. и, в принципе, если не впадать в панику вот такую, то всё будет нормально, не нужно просто отчаиваться. И, в принципе, если остаётся мало времени за ЕГЭ, вот как уже сейчас, то лучше делать упор на март и апрель, потому что в мае, ну, уже не только нервы ЕГЭ уже близко, но и разные мероприятия идут, как последний звонок там в школе, фотосессии, может быть, какие-то, которые очень сильно тебя отвлекают, и лучше уже начать готовиться прям вот сильно-сильно сейчас, потому что дальше уже, может быть, будет поздно. Да, я, наверное, ещё запомню про... Вот хорошо Саша сказала про не отчаиваться. У меня была такая ситуация с ЕГЭ в обществознанию. Мне не нравилось заучивать ничего. Я вообще в целом никогда в школе не должна была чего заучивать. Ну, как-то у нас другая программа была. И тут неожиданно надо было очень много учить, просто заучивать. Ничего не думать, никакой твоей мысли не нужно было. А вот просто заучивать то, что написано в учебнике. Я очень долго откладывала подготовку, то есть готовилась, но очень мало. И у меня было ощущение отчаяния вот как раз где-то в феврале, потому что я писала ЕГЭ на 60 баллов. 60 баллов в феврале — это очень мало. И что я сделала? Я просто, чтобы себя немножко успокоить, написала приоритет программы, на которые я могла бы поступить. То есть, например, на первом месте стоял Совбак МИФ, потом шли эконом или желательно экономно-исследовательский поток, потом еще другие вузы, экономы других вузов. И вот я понимала, что если не туда, значит туда. Не туда, значит туда. И вот таким образом вы понимаете, что не то, что вы не поступаете куда-то, и все, жизнь закончена, а вы просто пойдете в другой университет или на другую программу в том же университете. И потом можно перевестись, еще что-то сделать. Ну, в общем, это решаемо. Да, и правда, делать упор на март-апрель, многие устраивают бал в школе. Это лучше не пропускать, это очень интересно и приятно. У нас в школе был бал, я очень рада, что поучаствовала. И это было возможно, потому что я сделала упор на март-апрель и довела ЕГЭ по обществу знаний как раз до 98, где-то так. И уже в мае просто до лучшего. Давайте перейдем к советам и рекомендациям. Начнем с русского языка. Я готовилась очень планомерно к русскому языку, и поэтому у меня будут такие пособия, которые рассчитаны на то, что вы просто понимаете уровень русского языка в целом. Это «К пятерке шаг за шагом», о котором, наверное, многие из вас знают. И еще есть очень толстая книжка Великовой, называется «Русский язык. Навигаторы для старшеклассников и абитуриентов». Вот книга Великовой, она посложнее сильно, чем «К пятерке шаг за шагом», и там такой микс школьной программы и каких-то немножко более сложных правил. Там есть и диктанты, и какие-то упражнения, в общем, все, что нужно. Если у вас есть время, допустим, летом, если вы в 10 классе, прорешивайте их. Это точно не для тех, кто сейчас в 11 классе, там не то. И вот есть курс на степик, это для тех, кто сдает ЕГЭ вот сейчас. Называется «Соточка по-русскому». Очень удобный курс, там очень красиво, четко написаны все правила, ведет очень милая девушка. И в том числе это можно скачать конспект прям всех-всех-всех правил, которые могут появиться на ЕГЭ. В общем, очень советую. Передаю слово. Ну вот к русскому я готовилась с репетитором, потому что у меня в школе был очень слабый русский. Точнее, просто его, наверное, было очень мало. Из того, что физмат-школа и Т-класс, нас просто снизили до двух уроков в неделю, как, в принципе, и у многих других. И просто не хватало времени, чтобы готовиться на уроках. Поэтому я был аппетитер. И вот проверенная схема. Вот я привела последние четыре книжки, в которых я училась. Драбкин и Субботин. Это вот четвертые и последние книжки. Но они очень хороши тоже для теории. То есть если вот десятиклассники, например, хотят подтянуть свою теорию, чтобы потом к ЕГЭ уже они понимали, что это слово пишется так не потому, что я так раньше слышал, а потому что есть такое правило. Это очень важно иногда. И вот эти книжки очень мне помогли. Вообще по ним я готовилась с начала одиннадцатого класса. То есть на девять месяцев, получается. Также есть книжка 25 тренировочных вариантов под редакцией Сениной. Это, в принципе, одно и то же, что это Булько, только варианты, они чуть посложнее. И, в принципе, это всегда очень хорошо, потому что, когда вы приходите на ЕГЭ, вы понимаете, что, в принципе, вы очень умны. И вот есть сборник заданий иммунитетических рекомендаций Никараевой. Это книжка там, где просто собраны варианты заданий. То есть первое задание, и там штук 20 заданий, чтобы вы нарешали. И вот когда вы решаете, вы понимаете, какие вы слова не знаете, потому что там их очень много. Вы понимаете, где у вас пробелы. И, в принципе, очень хорошо, когда вам дают сначала маленькую теорию, а потом вы уже отрабатываете всё, что вы начитали. Дополню, наверное, о том, что очень хорошо готовиться к одному заданию. То есть сначала прочитайте правила для одного или для группы заданий на одно и то же правило и прорешайте их. То есть не нужно начинать решать полностью варианты, если вы точно не уверены, что вы знаете теорию, потому что пока у вас теория хромает, вы будете продолжать делать ошибки. Ну вот полностью варианты можно прорешать вообще, если вы хотите проверить свой уровень и вот найти вот именно большие-большие пробелы, которые у вас есть. Ну да, да. Переходим к профильной математике. В профильной математике мне очень помогала моя школа, но её было недостаточно, потому что я туда поступила с изначально очень низким уровнем математики, то есть я училась не отлично большую часть школы. Поэтому я взяла курсы в Школково, они очень помогли. Я думаю, что многие из вас там учатся, если кто-то в 11 классе. Там плюс в том, что они, во-первых, присылают хорошие конспекты, а во-вторых, там есть для разных уровней, то есть если у вас очень низкий уровень, там база-база, то у вас есть курс для вас. Если вы очень хорошо знаете первую часть и большую часть второй части ЕГЭ по профильной математике, тогда там есть отдельный курс по задаче, по двум последним задачам и ещё там по каким-то двум, по неметрии, стереометрии, по олимпиадной задаче в конце и вот по задаче, где надо было неравенство и уровня не решать, предпоследней. Ещё вот следующий пункт — это задачники ЗИВа и Калицкого. Это для тех, кто сейчас в 10 классе или младше. Они помогут вам просто поднять уровень математики, не нанимая никакого репетитора. Я таким образом готовилась к поступлению в мою школу, в мат-класс. То есть я не нанимала никакого репетитора, хотя у меня был очень низкий уровень изначально. Я просто брала задачник ЗИВа. Там есть разные уровни сложности. Каждый, там, допустим, какая-то тема, и даётся шесть самостоятельных на разный уровень сложности. И есть ГДЗ, в котором все эти варианты решены, и вы сначала решаете сами, и всё, что у вас не получается, вы смотрите по ГДЗ. И таким образом, по сути, вам не нужен репетитор, потому что вы можете скачать учебник по этой теме, прочитать его, потом решать. Ну и Галицкий тоже прекрасный задачник. Там в том числе есть по геометрии хорошие задачи. И то же самое, они все решены в ГДЗ. То есть вы сможете понять, как это надо было решать изначально. Передаю слово. Так, есть замечательный сайт alexarin.net, наверное, все его, ну, очень многие его знают, сайт адских задачек по математике. Нам их давали с начала 11 класса, и, ну, я не знаю, вот, если мы сравниваем с Решу ЮГЭ и alexarin, то, ну, alexarin точно в три раза сложнее. Это правда, да. И, может быть, этот сайт может понизить самооценку, но, с другой стороны, он очень может хорошо наработать вот ваши знания. Потому что там, во-первых, и можно проверить первую часть, а первая часть там достаточно очень сложная автоматически. И здания там, они, ну, не просто решите по базовой схеме, а там серьезно нужно очень обширно подумать. И вот другой совет, как вот мы делали в школе, это мы писали первую часть каждую неделю. Мы научились отрабатывать первую часть за 20 минут, просто вот чтобы на первой части не набиралось там час, пока вы там решаете, решаете, решаете. Вы за 20 минут должны были решить первую часть, за 40 минут вы должны были решать еще 3 задачки из второй части, и потом уже перепроверять. Это очень, вот, очень хорошая штука, потому что нужно уверенном быть в своих силах на игре именно по поводу первой части, потому что если ты сделаешь там ошибку, то это будет, мне кажется, самая обидная ошибка в жизни. Ну и также, вот, где я чуть-чуть, ну, запоролась, это оформление. Например, в сдаче про параметры нужно расписывать как можно все четче, ярче. Каждая буквы должна быть написана, что она означает. Например, вот у меня в ЕГЭ как раз-таки я там по этой даче изобрелась с тем, что оформление, у меня был написан, расписан параметр правильный ответ, все хорошо, но одна страница. Так вот, если расписать все три страницы, то это решение точно пройдет. И просто нужно перепроверять. Также на малейшие ошибки, потому что, ну, проверяет бывает очень так строго, и то есть малейшая описка может привести к плачевным последствиям, ну, как у меня и было, в принципе. Да, согласна, Саша. Я на ЕГЭ, когда сдавала, обнаружила, что я не уверена, как оформлять какой-то номер. То есть, причем это был номер 13. Ну, то есть какой-то очень простой. В самом начале второй части, тот, который вроде, ну, я всегда решала, но из того, что когда ты знаешь, что ты точно решишь, ты расслабляешься и не особо смотришь, как надо оформлять, ты потом... Вот, пожалуйста, не попадите в мою ситуацию. Я не знала, как правильно нужно то ли записывать ответ, то ли еще что-то. Уже, ну, время прошло, не помню точно, но я не помнила. Я точно знала, что учитель на уроках говорила нам, но я все прослушала. Вообще не помнила, что нужно вообще знать, как правильно оформлять, ведь это ЕГЭ. Это ЕГЭ. И я не помню, то ли я потеряла на этом баллы, то ли на чем-то другом. Ну, в общем, аккуратнее. Вот вам не нужно думать на ЕГЭ о том, что как вот написать что-то. Да, вот моя учительница сто раз повторяла, что смотрите оформление. Пожалуйста, смотрите, потому что то, что кажется вам очевидным, это совершенно не очевидно проверяющим. И если вы даже вот смотрите, ну, это просто ежику, понятно, вы говорите, так вот ему вообще непонятно. Да, абсолютно точно. Немножко расскажем про английский язык. С любым иностранным языком, какое бы вы ни сдавали, есть большая проблема в том, что чем выше у вас уровень изначальный, тем легче вам в целом будет сдать. Поэтому у нас не набралось много каких-то пособий. Я лично занималась репетитором, так как нужно проверять письмо и что-то еще, что там было, там два задания. И мне просто присылали задания на отработку на дом, и я говорила во время занятия с репетитором. В том числе есть одно пособие, называется Grammar and Vocabulary for State Russian Exam от МАЦУ. И там даны фразы, какие-то сложные фразовые глаголы, которые мы обычно в школе не проходим, именно вот чисто для того, чтобы сдать ЕГЭ. В общем, советую. Вот я такой человек, который готовился к английскому, ну, три месяца, потому что я не планировала сдавать, я просто записалась. И, в принципе, для меня английский был так для галочки, потому что я планировала поступать в БАМ, у меня не нужен он был. Я планировала сдать на 80 баллов, ну, и прилететь. И поэтому у меня репетитор был, который, в принципе, ну, ЕГЭ до этого тоже раньше не видел, и мы вместе познавали ЕГЭ, так вот, и вот самый главный совет, это создать для себя прям идеальный шаблон для эссе. Ну, меня учительница называла типичным айтишником, потому что у меня всегда было все по шаблону, то есть первый пункт сделан, второй пункт сделан, третий пункт сделан. И вот если у вас есть идеальный шаблон с идеальными фразами, вы можете его использовать, и это намного сильнее сократит вероятность ваших ошибок. Это у меня и сработало и на русском, и на английском, и просто очень помогает. Давайте перейдем к информатике. Информатика — это вообще очень веселый предмет, потому что, с одной стороны, сначала мне казалось, что там думать вообще не надо. Ну, для меня информатика — это просто задачки с решу ЕГЭ, и вот немножко задачи с париковой, это чуть посложнее задачки. Нас готовили в школе, у меня репетитора не было, нам давали просто комплект заданий, задание номер один, и давали штук сразу 20-30 заданий, чтобы мы просто нарешали их. И вот так вот, в принципе, мы подготовились к информатике. Очень хороший совет — это выучить алгоритмы для решения задач. Вот если вот сейчас мало времени остается, и вы вдруг решили сдавать информатику, то, например, на YouTube можно открыть любое решение Статграда, ну, какие-то там блогеры есть, решая Статграды. И вот там есть... Прям очень хорошие алгоритмы для... Так, извините, у меня пропало. У меня что-то пропадает. Не поняла, в чём дело. Интернет, может быть, от... Попробуйте. Так, мне слышно? Вот сейчас... Да, слышно, слышно. Да, у меня просто интернет чуть вырубился. Где я там остановилась? Так вот, ну, про алгоритмы задач. Просто вот нужно выучить задачки и поставить другие циферки, которые были. Так, и вот то, что можно было бы сделать, и то, что не сделала я, это знать основу C++ или Паскаля. Я сдавала ЕГЭ по информатике на Питоне, и поэтому у меня были какие-то базовые основы, но C++, Паскаля, но я совершенно, в принципе, их не помнила, когда я шла на ЕГЭ. И вот в ЕГЭ есть такая замечательная последняя задачка, где обычно вам дают гигантское число, про которое нельзя использовать обычный алгоритм, и вы должны подумать какой-то супергениальный алгоритм, чтобы там всё прошло. И вот в этом году, вот совершенно случайно, нам дали не такое гигантское число, которое могли бы дать, и многие мои одноклассники, которые знали C++ или Паскаль, просто написали программу на другом языке, и она прошла быстро, как и в первой полной удаче. И, в принципе, если бы я это знала, вот язык, то это было бы, это бы очень сильно мне помогло. Наверное, так. Начнём про общество знания. Как, если кто-то из вас уже сдаёт общество знания в этом году, вы знаете, что есть учебник Боголюбова, и это как бы такая основа для любой теории во всех задачах, то есть его смело можно заучивать наизусть, и тогда вы точно будете знать, что вы выучили именно так, как составители ЕГЭ думают, нужно знать. Есть ещё три активы, кодовый, лесковый, но в целом там много всяких разных пособий. Я лучше хочу сказать про тот случай, когда вам нужно много что выучить, а остаётся мало времени. Есть вот какой способ. Есть много разных групп ВК, или если вы занимаетесь в онлайн-школе, или будете заниматься, они, скорее всего, будут готовить для вас уже на основе там всех правильных учебников, которые чаще всего встречаются, и есть в списке, ну, на основе которых составляется задание для банка ЕГЭ по общество знанию. В общем, вы используете вот эти материалы, которые раздаются там в онлайн-школах, или вот как у меня здесь описаны конспекты горы, это такая группа ВК, и делайте из них карточки в Анке. Если что, Анке — это такое приложение для интервального повторения информации. Это как флэш-карточки. С одной стороны пишется вопрос, с другой стороны пишется ответ. И вот так вот вы можете для каждой темы из любого раздела общества знания, политика, право, человеку общества и так далее, сделать карточки. Ну, вот я так сделала, и благодаря этому я от 60 баллов где-то в феврале смогла сдать на 94 в июне, при том, что я готовилась при этом к двум еще ЕГЭ. Очень помогает. Единственное, что это не очень весело, вы просто сидите на стуле очень много времени, и вы так вот переворачиваете карточки до тех пор, пока вы не уверены, что вы точно скажете правильную формулировку, правильный термин и все остальное. Ну, как-то так. Переходим к самому экзамену. Ну, вот советы, которые мне давала учительница, и которые я даю вам, на математике нужно сразу писать на чистовик. В принципе, если у вас там не просто никакая неразбериха, то если у вас есть что-то зачеркнутое, вы нарисуете стрелочки, что продолжение тут, и, в принципе, проверяющий будет понятно. Как будет проверять проверяющий тоже, ну, в принципе, не ваши проблемы. Нужно, чтобы ему было хоть чуть-чуть понятно, а так нужно сразу писать на чистовике, потому что времени в обрез, и нужно как можно больше все успеть. А вот другое дело на русском, когда, наоборот, на русском языке от вас требует такого чистописания, чтобы все было красиво, идеально. Вот там вы лучше не писать на чистовике, чтобы было без всяких помарок, переправить еще раз и уже перед писать на чистовик. Это очень хорошо. И вот на ЕГЭ советуют многие, что не надо уходить раньше времени. Может быть, настанет такой момент отчаяния, когда вы поймете, что вы вообще ничего не можете решить. Такие моменты есть, но бывает такое, что вдруг настанет озарение, и вот случайно в конце осталось 5 минут, и вы понимаете, как решить, как это исправить, исправляете, и у вас все хорошо. Если вот прям все ужасно, вы в панике, нужно выйти в коридор, попить воды, проветриться, посмотреть в окошко, чтобы глаза отдохнули. Я вот обычно так делала. После сочинения по-русскому я написала сочинение по-русскому, вышла в коридор, пила водички, вернулась, и вот на свежий взгляд вот свернула все на все, и исправила уже ошибки, которые я раньше не заметила. Вот так вот. Да, это правда хороший совет. Я то же самое делала на математике. Я выходила два раза попить воды, просто стояла очень медленно, пила воду в коридоре, чтобы меня не загнали обратно в класс. И когда приходила, мне... Ну вот, я так смогла решить задачу по полной метре и на полный балл. Я сначала не понимала, что с ней делать, я решила первый пункт, и как считать второй, было непонятно, а потом зашла, и еще раз посмотрела на задание, и смогла решить. Так что, правда, это хороший вариант. Нужно немножко себя проветрить. Кажется, мы рассказали все, что хотели рассказать. Я уверена, у вас есть вопросы. Бишите их, пожалуйста, в чат, мы сможем ответить. Я прошу пока вопросы. В принципе, мне кажется, это многих может интересовать. Я понимаю, что у всех свой начальный уровень подготовки, но вы можете примерно прикинуть, сколько времени вы каждый день занимались, и сколько из этого времени тратилось на какое-то заучивание, как бы более такое механистическое, а сколько времени на какие-то более творческие задания. Вообще, как вы можете оценить? Если можете оценить. Это сложный вопрос. На самом деле, я бы сказала, что сложно отделить вот такое механизированное заучивание. Ну вот именно заучивание самое-самое такое скучное было с существознанием. Но так как я очень резко начала много готовиться, тогда я просто целый день сидела. Ну, просто встаёшь, гуляешь с собакой, учишь, обедаешь, гуляешь с собакой, учишь. И так, ну, целый день. А если говорить про математику, русский и английский, то, ну, опять же, пока не надо идти в школу, ну, целый день. Просто, ну, конечно, там есть мероприятия какие-то, то есть нужно, наверное, сделать домашнее задание по школе, ну, так в любое свободное время. Ну, ты учишь уроки. Ну, вот у меня было всё более так схематизированное, поэтому, например, по математике у меня всё сдавали в школе, поэтому я приходила в школу, сначала готовилась там. У нас там в среднем было два урока в день, точно, по математике. Поэтому сначала в школе, там, ну, два часа, потом приходишь домой, делаешь домашку, которую тоже, опять же, по ЕГЭ нам сдавали, тоже примерно два часа. То есть четыре часа по математике уже есть. Потом по-русскому я раз в неделю писала сочинение, это занимало, например, ну, три часа, если вот хотелось прям идеально отработать. И плюс по-русскому ещё решала тестики раз на три пяти утра. И потом по-английскому, ну, вот, три месяца, которые у меня были, я тоже каждую неделю писала по сочинению, там, по анализу графиков, по письму. Это вот тоже было, тоже тестовые части. И по информатике у меня тоже была домашка, поэтому то, что мы в школе там решали, по два часа точно, опять же, в день было. И то, что было уже в качестве домашки, почти такие же здания только, ну, чуть другими цифрками. Ну, тоже вот два часа. Ну, да, у меня так не получится сказать, потому что у меня всё скомкано было. Ну, у меня тоже, конечно, были домашние здания, додвайны какие-то, и к ним, да, был период подготовки. Так сложно сказать. Ещё вот хотелось бы ответить на вопрос предыдущий от Юлианы насчёт договора с учителями не ходить в школу. Там было не так, конечно, понятное дело, что нельзя договориться со школой не ходить в школу. Просто, ну, я когда поняла, что я не успею подготовиться, если буду полноценно учиться в школе, я поговорила с мамой, так как, ну, она в моей семье курирует, чёрный процесс, и очень сильно попросила её поддержки и объяснила, что я бы хотела пропускать какие-то дни. То есть, ну, по сути, эти дни просто считаются прогулами, их никак по другому в систему не занести. Просто нужно понимать, что в любой школе учителя не оценят тот факт, что вы прогуливаете уроки. И если вы своих родителей не привлечёте на свою сторону, если они не будут готовы поговорить очень чётко и ясно с учителями, если они там захотят позвонить или через вас будут передавать там своё недовольство тем, что вы часто отсутствуете, то у вас, ну, не получится отсутствовать, потому что на вас будут давить две силы, с одной стороны родители, с другой стороны школа. И поэтому, ну, мой главный поинт в том, что поговорите с родителями, чтобы... Если в школе возникнут к вам большие претензии и там будут... Ну, что происходит? Если школа вам недовольна, всегда обращаются к родителям. Соответственно, чтобы у вас не возникла проблема с родителями, нужно заранее с ними договориться о том, что могут быть такие звонки и такие разговоры. И, соответственно, они просто говорят, что да, мой ребёнок два раза в день, ну, два раза в неделю прогуливает школу. И да, мы об этом знаем, но при этом там, ну, я сдавала лично все домашние задания, я писала все самостоятельные работы, я иногда приходила в школу на один урок, чтобы написать самостоятельную или контрольную работу, и уходила. Ну, соответственно, со справками от мамы, со всем всем нужным, то есть всё это было официально, ну, просто да, я отсутствовала на урок. А у меня, честно говоря, другой немного вопрос, хотя, может быть, это не ко всем применимо. Но вот как вы выбирали, в какой день, условно говоря, что в тот день, когда две физкультуры, или, ну, как бы, метод, подход, что можно, в принципе, сказать, там, вот извините, но вот, к сожалению, вот эти уроки мы не сможем посещать, и школа тогда скажет, ну, ладно, ну, что, не приходите, ну, придётся лучше раз. Как вот, условно говоря, или просто, я думаю, конечно, что это очень сильно зависит от школы, но, предположим, вдруг школа хочет, чтобы её выпускник поступил в хороший вуз. Они идут навстречу. Вот какой метод выбора? А на что не ходить тогда? Ведь математику русские не надо не ходить, наверное, да? Ну, вот у меня была такая приоритизация, опять же, всё про приоритизацию. Ну, я учусь в мат-классе, у меня есть математика, на которой меня готовят к ЕГЭ. Соответственно, уроки по математике я никогда не пропускала. И ходила на факультативы тоже по подготовке к ЕГЭ. Потом была информатика. По информатике, ну, я тоже ходила, потому что те полгода, которые они были, я ещё точно не знала, буду ли я точно не сдавать информатику, поэтому ходила на уроки. Насчёт истории, общество знания в школе. Ну, в школе просто общество знания совсем не было связано с ЕГЭ, то есть, ну, не было смысла ходить. Ну, я просто не приходила на уроки заранее. Нам обычно заранее сообщали, что там на следующем уроке будет, допустим, самостоятельно. Я спрашивала одноклассников, ну, что будет, и всё. Ну, то есть, обычно были дни, когда есть математика, и, соответственно, я приходила на математику, и потом Люба уходила пораньше, потому что, ну, я жива в 40 минутах от школы, то есть я могла просто приехать, учиться и уехать домой. Или были такие дни, где были чисто гуманитарные предметы. Английский в школе, который не помогал готовиться к английскому в ЕГЭ, ну, то есть очень мало. Литература, история общества знания, химия ещё была там же. И вот этот день прекрасный, среда, был моим днём подготовки к обществознанию к ЕГЭ. Вот, как так. Спасибо большое. Я вот, знаете, тут сейчас опять вопросы про приоритеты. В принципе, в одну и ту же тему. Не можете ли вы поделиться, как вы сделали приоритеты или иерархию экономических факультетов внутри в шее и внешее? И точно на ту же тему вопрос, почему вы выбрали собак, а не меев? Конечно, это не про ЕГЭ вопрос, но, тем не менее, какая-то связь, видимо, присутствует. Так что, если можете, расскажите. Да, конечно. Это очень важно. Я... Вообще, проблема с факультетами и с разными университетами в том, что те, кто там учатся, знают, как устроена система и знают, как примерно все относятся, но школьники, к сожалению, отрезаны от этого... от этой информации, и это проблема. Как я выстроила приоритизацию, я говорила с преподавателями из вышки МГУ, со студентами, которых я встречала в ЭМШ, вот экономико-математической школе при МГУ. То есть там преподают студенты и иногда сами преподаватели МГУ. И поэтому они мне просто... ну, или есть еще выездные школы. Выездные школы от ВШ, выездные школы от МГУ, возможно, есть от других факультетов, ну, наверное, от Финашки тоже есть выездная школа, я точно не знаю. Но на них тоже встречаются люди, которые уже учатся в университете, у них уже есть друзья, которые учатся где-то, они между собой общаются, и они примерно могут вам сказать разницу в подходе к обучению. Насчет... и вот, ну, таким образом просто вы слышите отзывы, и вы понимаете, что, например, вот здесь будет больше теории, здесь больше практики, здесь больше пар, а там меньше пар. И очень часто выбор происходит не потому, что, ну, не знаю, экономам ГУ хуже, чем эконом в вышке, а вы выбираете по... ну, вы выбираете скорее систему, подход к обучению, который вам подходит. То есть если вы хотите мало пар, если вам комфортнее учиться самому, и там самому посчитать учебник, если вам сложно воспринимать вот сходу материал, ну, я такой человек, мне нужно в тишине самой, тогда вам, наверное, больше подойдет система в ше, где мало пар относительно других вузов, и в основном вы как бы, ну, вам много чего нужно самим учить. А почему вот совбак, а не МИЭФ? На МИЭФе нет бюджета. Очень простой ответ. Там есть бюджет только по всероссу. Из-за Олимпиады, вот, кейс-чемпионата у меня была стопроцентная скидка на эконом. То есть даже если бы я поступила на платное, я бы все равно училась бесплатно. То есть университет бы оплачивал мое обучение. И мне, ну, родители сказали, что подруга, очень им рада, что ты там хочешь где-то еще учиться, но давай мы не будем тратить деньги, если у тебя и так есть возможность поступить на бюджет. Поэтому я просто знала, что если я хочу хороший факультет, и если я хочу на бюджет, то мне нужно поступать на совбак. Ну, и сейчас я поняла, что совбак мне больше подходит, чем МИЭФ. Так что, ну, как-то так. Можете чем-то дополнить еще, тоже такой же приоритетный список у вас, может, тоже был, да? Ну, я просто выбирала учитель, ну, из другого, потому что все-таки я больше, ну, технарь, можно сказать. Поэтому я экономически вообще, в принципе, не рассматривала. И совбак мне прям случайно попался. И я поняла, что, в принципе, это мое, потому что я очень разносторонний такой человек, и мне вот интересно изучать все понемногу, и потом уже выбрать свое. И я выбирала между совбаком, это, как раз таки, первое место было потом. Примерно на этом же уровне у меня была ПМИ в вышке. Но я до последнего думала, но потом поняла, что, в принципе, я информатике в свою жизнь не готова посвятить. Потом я выбирала между МИЭФ МАТ и МГУ, на следующей строчке был. Ну, и потом уже на третьем месте была БАУМАНГ, но в пути, с которой я могла любой выбрать. Понятно, спасибо большое. Я на всякий случай положила ссылку на ПАЛы прошлого года, которые у нас есть просто в заметке на сайте. Это четыре программы в культе экономических наук, экономика, экономика и статистика, совместный бакалавриат и экономика и анализ данных. Новая программа. Там есть ПАЛы, по которым понятно, что в этом году могут быть и другие ПАЛы в зависимости от количества участников и вот всего такого. Но все же, как сказать, какое-то понимание это может давать в плане, ну, планирование какое-то. А вы не пользовались, да, условиями зеленой волны? Не можете ничего про это сказать? Или наоборот пользовались? Зеленая волна, мне кажется, что, ну, честно, я не совсем понимаю, что это, потому что у нас сейчас же такая система, вот сложная с поступлением именно на совбак, на эконом и, по-моему, еще на экономику и статистику, что там общие списки поступающих. И вы сначала зачисляетесь в ше, то есть вам приходит сообщение, там какая-то справка, что вот, вы являетесь студентом. И только потом, когда они опрашивают всех абитуриентов, какие у кого приоритеты, то есть, ну, там, мне звонили, спрашивали, куда вы в первую очередь хотите попасть. На экономную экономику и статистику или на совбак. Я ответила, и только в августе, ну, я узнала о том, что меня приняли именно на совбак. И я даже не совсем понимаю, что такое зеленая волна, потому что, ну, они, то есть, получается, до начала августа не знали, кто куда хочет до конца, не могли сделать конкретно для программ списки, ну, распределения. Поэтому, может быть, для других факультетов так работает, но вот не для совместного приема на совбак экономико-статистику и эконом. Ну, хорошо, понятно, спасибо большое. А еще? Вот, я просто, просто, для меня зеленая волна, в принципе, была признак гарантии, я так поняла. Потому что я вот видела, что у меня 390 баллов выделено зелененьким до 388. И поэтому, в принципе, я поняла, что я уже прошла, и все нормально. Ну, для меня это было так. Ну, тут, да, тут же проблема в том, что вот эта зеленая волна, она была для всех трех правил. То есть, это означает, что ты, ну, ты поступила на эконом, на экономику-статистику, на бюджет. Неизвестно. То есть, на самом деле, ты не на бюджете, это просто ты в вышке на бюджете. А где на бюджете, ты еще не знаешь. Вот появился вопрос по распорядку дня, чтобы было ботать комфортно. Хотя я уже запомнила, что встала, погуляла с собакой, поела. Но, видимо, все-таки, может быть, собака есть не у всех, поэтому вот давайте. Составление правильного распорядка дня, чтобы ботать ЕГЭ было максимально комфортно. Есть идеи? Ну, наверное, сначала стоит посмотреть на школу. Вот как Мария объясняла, поставить приоритет между школой и домом, а потом уже понимать, что должно там нарабатываться. Ну да, да, я согласна. Вот насчет еще распорядка. На самом деле, мне кажется, очень важно выработать просто режим существования. То есть, если вы дома, вы никуда не идете, то у вас должны быть обиды в какое-то время. В какое-то одно и то же время. Очень-очень, на самом деле, это реально помогает улучшить продуктивность. В одно и то же время вы встаете и в одно и то же время отходите ко сну. Потому что по опыту, там, если эмоции какие-то начинаются насчет того, что ничего не получается, я никуда не поступлю, все поступят, а я нет, потому что как же я так, такая безответственная, почему я ничего не учила раньше, у вас как-то начинает нарушаться режим, и вместо того, чтобы на фоне своих переживаний лучше учиться, вы начинаете учиться хуже. Поэтому составьте распорядок дня просто, чем вы занимаетесь с утра. Не обязательно прям расписывать, что в этот час я делаю такой-то предмет. Просто знайте, что у вас есть в середине дня три часа свободных, когда вы отдыхаете, например. И после этого вы вечером снова учитесь, допустим, до 12, а потом идете спать. Проспаетесь там в 8 или в 9, в зависимости от того, когда вы можете. Ну, как-то так, на самом деле. Больше не могу дать советов, это очень... Зависит от того, как вы устаете. Вот когда вы устаете, тогда делайте прерывы. Это важно. Ну, кстати, у нас были тоже вебинары по подготовке к Олимпиадам и по математике, по подготовке к Олимпиадам по экономике математической. И тоже очень много уделялось внимания распорядку дня, отдыху, каким-то физическим нагрузкам, погулять, там, не знаю, походить, может быть, чем-то позаниматься спортом немного, сходить в фитнес, может быть, там, бассейн, у кого как. Я не знаю, вы хоть успевали немного как-то из дома выходить, кроме учебы? Ну, как бы хоть чем-то позаниматься, чтобы пошевелиться как-то, не знаю, там, побегать. Вот, я не знаю, сейчас любят бег, нет? Ну, у меня, да, у меня бы выходило. Но, опять же, за счет того, что я выбрала другие важные, там, отвлечения, ну, из жизни, то есть если бы я ходила в школу и готовилась к ЭГЭ, то я бы вообще не выходила из дома, ну, то есть только в школу выходила бы из дома. Благодаря тому, что у меня было какое-то количество времени, там, ну, свободное, я могла ходить, заниматься спортом. И, а когда, а школа превратилась в праздник, то есть я приходила к друзьям, я приходила увидеть любимых учителей, я приходила на уроки, поговорить с кем-то, но в итоге у меня, получается, социальная жизнь, она вся была в школе, как бы это странно ни звучало, а дома это была именно учеба, учеба была дома. Ну, вот, думайте, ну, это, конечно, такие вредные советы, но просто если вот не кривить душой, школа важна, но если вы из этого не поступите, ну, туда, куда хотите, вот вы потом будете жалеть, мне кажется. Поэтому я, ну, честно говорю. Ну, у меня, в принципе, было так же, потому что я ходила в школу, чтобы не только поучиться, но и пообщаться, да, но я, например, два раза в неделю по четыре часа я ходила на волейбол, ну, прям, конечно, примерно как раз таки до марта я ходила, потом я всё-таки, ну, забросила из того, что начала больше готовиться, но всё равно вот восемь часов в неделю у меня было на то, чтобы просто отдохнуть, поиграть, пообщаться, да. Понятно, спасибо большое. Но мне кажется, всё равно, что все эти советы всё-таки предполагают от обучающегося какое-то всё-таки наличие силы воли, потому что вот мне кажется, из того, что вы рассказываете, конечно, я не жила в эпоху ЕГЭ, мне как-то повезло, может быть, но мне кажется, что при таких распорядках и таких нагрузках очень хочется забросить эти все учебники, заниматься чем-то другим, там, не знаю, не учить там что-то наизусть, тем более, если ты там в девятом или десятом классе, вот у вас есть какие-то советы, как выращивать мотивацию или что это силы воли, или вот как это воспитывать в себе? Я могу сказать, что есть много способов облегчить себе одиннадцатый класс. Про некоторые мы рассказали. Сдавайте ЕГЭ заранее, чтобы... Вот если бы я сдала английский и русский в десятом классе, а не только русский, то я бы готовилась только к двум ЕГЭ весь год. Ну, это подарок. Но есть и другой способ. Я с удивлением обнаружила среди многих моих однокурсников, ну, известный факт, что на совбаке очень умные люди. Я думаю, Саша со мной абсолютно согласна. То есть не просто много олимпиадников, но даже те, кто поступают по ЕГЭ, неожиданно оказываются всероссниками по другим предметам, не по экономике. Ещё... И, в общем, важные, интересные факты выясняются. Например, у меня есть один курсник, который никак не готовился к ЕГЭ, кроме как в школе. И даже особенно к ЕГЭ не готовился. И он учится на бюджете, он из Смоленской. И когда я с ним говорила, я спрашивала, ну, как же ты так вот можешь... Ну, что значит, ты не готовился к ЕГЭ? Ну, то есть он написал всё на 90+, то есть всё хорошо. Но как? Он говорит, ну, я просто всегда в школе учился очень хорошо, у нас была очень сильная школа, и у нас по всем предметам надо было хорошо очень учиться. И мне просто было, ну, легко написать то, что было в ЕГЭ. То есть это вопрос к тому, что нужно идти в хорошие школы и заранее просто знать программу на высоком уровне. То есть если вы в девятом классе знали математику хорошо, в десятом классе знали математику хорошо, то в одиннадцатом классе вам не нужно будет много учиться, чтобы сдать профиль на математику на 90+. То есть нужно просто очень заранее. И второй вариант для тех, кто в одиннадцатом классе, или тех, кто в десятом, Если вы чувствуете, что у вас не достает скило в самоорганизации, берите репетитора. Это будет дороже, но очевидный плюс репетитора в том, что это настоящий человек, взрослый, который раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю ждет вас с выполненным домашним заданием, с прочитанными статьями, все, что вам нужно сделать, и это просто заставляет двигаться. А если еще этот репетитор общается с вашими родителями, у меня просто была такая гладкая женщина какое-то время, то у вас еще двойная нагрузка, потому что вам время от времени спрашивают, ну как там у тебя успехи, а вот мне написала репетитор, что в последний раз ты что-то не очень хорошо ответил. Но это, конечно, подталкивает к действию, так что репетиторы – это хороший вариант. Соответственно, онлайн-школы меньше нагрузки, самообучение совсем без нагрузки. Но если вы знаете, куда вы хотите поступить, и если вы знаете, что остается очень мало времени, как у меня с обществом знанием было, то, возможно, у вас найдутся силы, и вы сможете и без всего этого поступить. Ну вот да, у меня вот тоже такая же ситуация с репетитором, потому что вот если бы у меня не было репетитора, но по-русскому, по-английскому, то я бы каждую неделю точно бы не писала эсэ никакие. И, может быть, в одной школе я бы еще чуть-чуть поработала, но вот чтобы прямо такая организация – нет, у меня бы такой не было. Я, в принципе, усидчивый человек, но не настолько, чтобы вот взяться прям и начать все делать по списку без остановки. Ну, да-да-да, это правда. Ну, сложно, правда. Одна из главных проблем с ЕГЭ в том, что неожиданно ребятам, которые никогда не занимались долгосрочными проектами, ну, то есть ЕГЭ – это же долгосрочный проект, у вас есть код на то, чтобы сделать что-то, сделать что-то со своими знаниями. И просто странная ситуация, когда все года школы никогда не дают долгосрочные проекты, а тут неожиданно в 11 классе это очень важно становится. Так что, да, репетиторы вам помогут, но есть другие какие-то элементы контроля, которые вы сами для себя можете применить. Мне кажется, сейчас самый успешный момент, чтобы закруглиться как раз на том, что нужно верить в удачу, но при этом прикладывать усилия и увеличивать знания, чтобы усилия в правильном направлении, правильно построить отношение к процессу и иметь перед собой какую-то цель, и тогда ваш проект по сдаче ЕГЭ будет таким же удачным, как у наших сегодняшних выступающих. Спасибо. Спасибо.